Трактор 1929 года. Еще на ходу, но сегодня представлен как музейный экспонат. С момента его изобретения прошло почти 90 лет. На смену чудо-техники того времени пришли новые современные машины. Сегодня парковка СКК Оренбуржья занята большими и непростыми автомобилями. Все они почти проданы оренбургским предпринимателям. Но управлять, например, таким комбайном стоимостью около 20 миллионов рублей сможет далеко не каждый. Все-таки желательно иметь хотя бы среднее техническое образование, потому что машина сложная. Машина очень электроникой насыщена. То есть орудия управления здесь представлены все, даже компьютер с сенсорным дисплеем. Здесь имеется кондиционер, система отопления. Внутри выставочного комплекса сельхозоборудование поменьше. Представители Самары уже не первый год приезжают в Оренбург и имеют постоянных клиентов в области. Основной их деятельностью является автопилот и навигационная система для опрыскивания и разбрасывания химикатов. Человек уже не рулит, он только регулирует скорость, скоростной режим на тракторе. Механизатор уже намного больше уделяет внимание агрегату. Он не смотрит вперед, не заехать ли ему куда-то там в посадку, а смотрит назад для того, чтобы следить, сеет ли у него селка или нет. Потерял он там какое-то орудие, может быть, или нет. В этом году планируется обновить Оренбургский парк самоходной техники на 470 единиц, под особым контролем отстающие районы области. Более 200 миллионов рублей направлены на поддержку сельхозпроизводителей. Я думаю, что именно сегодня вот тот долгожданный 5-процентный льготный кредит, сегодня сработает и крестьянина, желающих брать сегодня очень многое. Этим надо воспользоваться, и мы это всем сегодня рекомендуем. Выставка пройдет до 3 марта. Ее участники смогут провести деловые переговоры, найти новых партнеров и наладить взаимовыгодное сотрудничество. Екатерина Роженко, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ.